мы на месте мы пресса марину интересуемся готовлю она к диагностике и чистке доверить она нам свое биополе на период сеанса она меня слышит она как будто в себе где-то внутри если есть голограмма сканер подсвети и и но есть что-то не знаю голограмм так что-то навязанное но нам надо с ней контакт она слышит нас или нет сейчас марина вы слышите нас вы должны дать разрешение нам на работу бери вот это вот навязанность на гену точку смотрит но она разделяется с ней хорошо даю команду сканер сканер найди эту навязанность 123 и выдави ее из биополя марины пошел процесс она подсвечивается вместе с фантомами это навязанность выходит и формируется в шар да будет так и так и есть из нее как вышло что-то или кто-то кто-то отправляем в клетку тюрьму марина включая внутреннее белое светом выдавливает из себя этим белым светом весь этот яд сопутствующий все это выходит формируется в шар готова отправляет шар этот яд вышел да вера до откроя под ним портал галактической ядро яд уходит на переработку закрывая печатаю растворе сейчас она слышит хорошо марина приветствую вас нам нужно ваше разрешение на диагностику и чистку вы даете свое разрешение приветствую да я даю разрешение хорошо итак вера пиши что у нас там в клетке находится вот это вышло снимается маски и голограммы сущность клетки представится глаз на своему эфирному коду днк знаешь я вижу только ноги разделе вот эти энергии и сущность они как в кругу хорошо из энергии даю команду на счет три происходит рассинхронизация марины с этой сущностью каждый забирает свои энергии до ста процентов один два три пошла рассинхронизация до ста процентов марина забирает все свое по праву все возвращается к ней и все негативное от этой сущности летит назад в нее да будет так и так и есть низкочастотный что-то это без то он и считая герцовку не над головой и пятка ты чё здесь делаешь паразит душу кушает а я без обгоняю каждое свое хобби без получает удар 100 тысяч герц я даю команду скэнеру на счет три скэнер сканирует пространство над головой марины под ногами 360 градусов вокруг нее 7 тонких тел марины находит все инкуб арахноид лизард и джин какой джин считает цифрой над головой синие цифры 26 32 сколько находился в биополе джин я не долго я 6 месяцев не бей меня лизард сколько ты находился в этом биополе тем лет арахноид сколько ты находился в этом биополе 4 года. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? Ну, он пританцовывает, цифра идет 21 год. А у тебя есть какой-то повод для танцев, Инкуб? У тебя сегодня будет не до танцев здесь, в зависимости от развития события. Сколько бес находился в этом биополе? Он ее весит давно, с 18 лет ее весит. Сколько ты лет находишься в этом биополе? Я три раза спрашиваю, третий раз я сбрасываю тебя в галактическое ядро, на этом все заканчивается. Говорит, сам считай. Бес получает удар 100 тысяч герц. Ставлю пентаграмму в его клетке. Если ты сейчас еще раз посмеешь мне так ответить, я зажгу свечи. 24 года. У тебя есть контракт с ней? Есть. Вот. Вот насчет этого ты мне как раз поподробнее будешь рассказывать. Если ты еще раз попытаешься странно себя повести в моих глазах, я тебя накажу. Это касается всех присутствующих. У меня есть меры воздействия на каждого из вас. Пока я не получу полную картину, всю информацию, никто из вас никуда не уйдет. Переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Марины спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэббрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоэббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Кто из вас находится в квартире, Марины? Никто. Понятно, хорошо. Джинс, какой вещью ты пришел к Марине? Он без вещей пришел, он с воронкой крутился вокруг нее и зашел. Низкие вибрации чувствовал. Понятно. Лизард, 7 лет назад, на что ты зашел? Перепады настроения, критики, депрессия. Ты сидел у нее в сердечной чакре, я полагаю, да? Да, он там сидел. Как она ощущала твое присутствие? Как ты манипулировал ей? Объясни мне, я хочу понять. Ну, он подпитывался энергиями чувств. Играл на струнах души. Дергал за эти нити. Бросал ее из одного состояния в другое. Понятно. Хорошо. Инкуб, я слушаю твою историю 21 год. Ты мне должен объяснить, что там было в детстве с тобой, ее сестрой, Мариной. Что там было вообще? На каком основании ты находишься здесь? У тебя есть какой-то контракт? У него нет контракта, но у него есть накидка. На Марине, да? Да, она как гель, прозрачная, но плотная. Как она действует на окружающий пол? Как ее видят люди, мужчины? Они ее не видят. Привлекает она их только своими эмоциями. Цепляется только за эмоции. Цепляется только за эмоции. Понятно. Это значит всему ответ твоя накидка. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Марина забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили. Все, что они изъяли. Да, последняя капля возвращает Марина себя обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Итак, бес, я слушаю твою трогательную историю насчет контракта, который 24 года объясняет твое присутствие в этом биополе. Начинай. Звала она меня. Делала определенные манипуляции. Хорошо. Покажи, как это было. Это было призывание беса. Ты должен обосновать, что дало тебе право жрать ее душу. Пока он думает, скэнер, просканируй Марину на полноту души. Сколько у нее сейчас процентов? 83. 83 процента. Хорошо. Итак, не тяни время, бес. Я сейчас достану этот контракт, и у тебя больше вообще шансов не будет. У него колба в руках, и он трясет там душа. Колба уходит в соседнюю клетку. Отдай, отдай. Ждем окончания реверса, Вера, посмотри. Закончился. Реверс закончился. Хорошо, давайте тогда начнем сразу с аннулирования этого контракта и договора. Я спрашиваю Марину. Марина, вы осознаете, что вы заключили контракт с бесом? Вы знали об этом? Вы нам не сообщали? Я не знаю, что я сделала. Я не знала, что у меня контракт. Вы просили что-то у демонического мира? Я не знаю. Вы готовы сейчас эти контракты аннулировать? Я, может быть, просила, но не знала, что это демонический мир. Готова. Хорошо. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Марина должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да. Я говорю в слухе, тонкая копия повторяет за мной. Я. Практам и договорам. Договора выходят, а активный подсвечивается. Вышел активный. Хорошо. Марина, считайте информацию, что там стоит. Или, Вера, ты считай информацию, что там стоит, какие условия. Пошла картинка. Мужчину она просит, парня. И кого она получила? Кого она получила в контракте нет, но часть души она отдала по этому контракту. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Срок действия контракта. Есть? Или он бессрочный? Контракт бессрочный. Хорошо. Марина, это очень важный момент для вас и вашей судьбы, и вашей жизни, и вашей души. Вы готовы расторгнуть этот контракт? Конечно, готова. Повторяйте за мной. Жраться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. А она есть. Опиши. Но не о спирали душа возвращается. Из этой колбы возвращается что-то? Да, через контракт. Отлично. Из колбы, через контракт. Не как спираль, но медленно идем. Усилие все в сто раз. До последней частички. Все назад. Готово. Отлично. Открываю воронку в галактическое ядро и произвожу сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Один, два, три. Аннулированная. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Итак, Бес, у тебя есть контракт с ней? Ты же только что аннулирован. Что издеваешься надо мной. Ты должен мне подтверждать. Хорошо. Начинаем вытаскивать. Джину выходить не надо, Джин. Собирай всю свою пыль. Ничего не забывай. Приступай. Все свои подключки, чтобы твоего следа там не оставалось. И докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то специально или нечаянно оставит или забудет, он просто сгорит по каналам в этой клетке. Я вас предупредил. Такая опасность существует. Это воронка, в которую он зашел, она вокруг бедер у нее крутится. Все забрал. Лизард, выходи. Вытаскивай свое гнездо. Все, что у тебя там осталось. Все свои энергии. Ничего не забывай. Приступай. У него от сердечной чакры, как жилы в разные стороны отходят. Такие какие-то подключки, которые он их назад стягивает. Ничего себе. Лизард, а как оно воздействовало на человека? Ну, вот это и были струны, за которые он дергал. А, понятно, да, он рассказывал. Готово. Выходит арахноид. Снимает всю свою паутину, вытаскивает все иголки. Всю свою жидкость, ничего не забывает. Возвращается назад, приступай. У него вплетены волосы паутины. Тяжесть на голове она должна была испытывать. Много-много косичек утяжеляющих из паутины. Все они забирали энергию. Считай информацию, сколько они все вместе забирали у нее энергии. Пошла цифра. 46%. 46%. Хорошо. Скеннер, просканируй. Марину на полноту души. Сколько у нее сейчас? 100. Отлично. Хорошо. Арахноид снялся. Хорошо, Инкуб, выходи. Отключайся, ошейники, ленточки свои, корсеты. Все, что ты там установил, снимай, ничего не забывая, возвращайся назад. Без глупости. Чем это заканчивается, ты уже видел. Он снимает эту накидку, как желе, которое гель прозрачный. Готов. Без. Ты оставил что-то ее в биополе, посмотри. Оставил, да. Убирая пентаграмму в его клетке. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Объясняю, как оно действовало. Приступай. Заводила, раздражала. Заводила. Действием приводила. Носки снимает и на руках энергии убирает комки. Понятно. Скажи мне, есть ли лярвы в ее биополе должны быть после такого массивного воздействия? К алкоголю он ее притягивал. А, вот как понятно. Все решения проблем через алкоголь, да? Самое простое. Понятно, хорошо. Долго уговаривать не надо. Лярвы есть. Хочешь лярвы получить? Хочу. Тогда сними все, что ты оставил и доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Все снял. Разрешаю тебе забрать все лярвы. Снимай, ничего не забывай. Возвращайся назад. У нее не из живота лярва. Это от англо. Сердце от лизарда. Все. Хорошо. Все снял. Убрал. Хорошо. Еще я буду там дальше работать. Тебя интересует эмоциональный фантом? Бес? Интересует. Хорошо. Я дам тебе отдельную команду. Эмоции там расшатаны. Вот. Вот когда я буду тебе собирать, ты мне скажешь, какие там основные моменты были из перечисленных мной, из которых все истекает. Хорошо. Все-все убрали. Даю команду на рассинхронизацию. Марины с Бесом, Инкубом, Арахноидом, Лизардом, Джином и накидка Инкуба. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. Включай внутренний белосвет Марине. Этим светом нам выдавлят из себя все негативные патогены низкой аббрационной энергии на частотах интерферентов и их подключек. На счет 3, 1, 2, 3. Свет пошел. Энергия выходит и формируется перед ней в шар. Готово. Открывая портал в галактическое ядро, под шаром он уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Выходит эмоциональный фантом Марины. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкой аббрационную эмоциональную энергию. И РН проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Что он? Как он выглядит? Грязь вышла. Грязная очень. Марина, эти энергии вы сами произвели. Здесь вам никто уже не помогал. Вы готовы с ними расстаться? Готова. Хорошо, сворачивай энергии в шар. Бес, забираешь? Давай. Отправляй Бесу. Давай, расскажи мне, какие там энергии были. Основные. Основная неуравновешенность. Мотала ее из одного состояния в другое. Все, что перечислил, все там было. Ой, все понятно. Хорошо? Готов. Хорошо. Бес, у меня нет оснований тебя больше задерживать. Ты готова уходить? Да. Открывается внизу портал на частоте Беса. Один, два, три. Бес забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Инкуб забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, опечатывай, растворяй. Голограмму отдаешь? Кому? Нет, конечно, нет. Стоп. Голограмма. Открывается портал в галактическое ядро. Голограмма ушла на переработку. Закрывай, опечатывай, опечатывай, растворяй. Готовый инкуб ушел тоже. Арахноид готов уходить? Сейчас закрой портал за инкубом. Закрывай, опечатывай, растворяй. Портал за инкубом. Арахноид готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Лизард, ты больше не придешь. Тебе это понятно, да? Да, он фурчит. Открывается наверху. Хрюкает. Понятно, хорошо. Открывается наверху портал на частоте лизарда. 1, 2, 3. И лизард забирает, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Джин, ты все понял, да? Больше не приходи. Джин, все понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Посмотри, клетка пустая, Вера? Да, пустая. Отлично. Хорошо, поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Марина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Во внутренней гармонии стабилизировалась. Я чувствую новые энергии, но пока не до конца. Что-то еще внутри меня зажимается. Это мой страх. Есть страх еще у вас? Есть. Хорошо, давай попробуем локализировать. Если этот страх присутствует, он подсвечивается в ее биополе. Один, два, три. У нее такие энергии, как пружины. Она не может отпустить их и расслабиться до конца. Марина, вы должны расслабиться сейчас. Иначе ничего не выйдет. Уже нет этого контракта, уже все аннулированное сущности нет. Вам нечего бояться. Можете расслабиться. Ей нужно выдавить этот страх. Я подхожу к Марине, помогаю ей, мои энергии, кладу руки на плечи. И мои энергии она использует и выдавливает из себя этот страх вместе с фантомами. Один, два, три. Пошла моя энергия. Все это выходит, формируется в шар. Но он как наэлектризованный вышел, да? Вышел, отлично. Открываю под этим шаром портал, галактическое ядро. Этот шар уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Так лучше, Марина? Благодарю, да. Так намного лучше. Отлично. Теперь вам уже ничего не мешает. Хорошо. Хорошо.